Эта программа говорит губерния. Я по-прежнему глубоко убежден, что будущее нашей страны за развитием предпринимательства. Чем больше у нас будет предпринимателей, причем не олигархов, а вот мелкого и среднего бизнеса, тем вот всем мы будем жить лучше. Это сфера услуг, это вот то, что люди делают своими ругами, но даже хорошие общественные туалеты. Я, кстати, не понимаю, почему до сих пор Хабаровский не откроет вот приличную сеть. Да, да, общественных туалетов. Не один, а сеть. Мне кажется, ну я вижу, как вот за рубежом, отлично там люди работают, молодые. Вот это редкий момент, Слава, когда я с тобой абсолютно согласен. Хорошо. Я понимаю, что люди боятся, особенно в нынешние тяжелые времена основывать свое дело, им кажется, что вот быть пристегнутым к государству легче. Но так ли это или нет, расскажет наша гостья Валентина Олексенко. Все вы, конечно, ее знаете, как нашу телеведущую. На данном случае Валя представляет центр «Мой бизнес». И ты числишь себя, насколько я знаю, консультантом по рекламе и маркетингу. Совершенно верно. Да, но кроме того, вот спрашивая, чем ты занимаешься после ухода из губернии, у тебя свое коммуникационное агентство. Да, совершенно верно. Но оно не то, чтобы после ухода из губернии. Я занимаюсь этим с 2013 года, то есть это было параллельно. И вот одна из причин, почему я стала консультантом Центра оказания услуг «Мой бизнес», это потому что, если бы в 2013 году, когда я открывала свое дело, мне рассказали, показали, помогли и отвели бы меня за руку. И заодно сказали бы, что все не так страшно. Да, мне было бы гораздо легче. Но что мне сказали друзья и знакомые перед тем, как я отправилась на Лойкову регистрироваться? Готовься, это будет ад. Ты отстоишь очередь, тебе завернут документы, с первого раза у тебя ничего не получится. И я думаю, да нет, но я же точно знаю, как все должно. Так и было. Это действительно был ад, и мои все неприятные ожидания оправдались. Сейчас я завидую по-хорошему тем людям, которые приходят в Центр оказания услуг «Мой бизнес» за консультации, за регистрации ООО или ИП в режиме одного окна. Ты приходишь к специалисту, и за два часа у тебя все готово. Но для меня это вот что-то из разряда космоса было. А как это происходит? Это какая-то предварительная запись. Это вот ты увидел адрес и зашел. Вот как это выстраивается, такая работа? Ну, смотрите, да, одна из целей эфира, наверное, рассказать о том, что существует Центр оказания услуг «Мой бизнес», где и начинающие… И можно на сайте туда просто зайти? Конечно, можно зайти на сайт, записаться на сайте. Можно записаться на консультации действующим предпринимателям и самозанятым. Можно записаться на консультации, в том числе и по открытию собственного дела, людям, которые мечтают об этом. Я могу сказать, что вот недавно закончился женский предпринимательский форум, второй, то есть мы успели так провести до каких-то ограничений. И в зале сидели женщины, которые писали перед этим, мы очень хотим, но вот мы сомневаемся, но мы понимаем, что пора. А с чего начать? А расскажут, а подскажут? Да, приходите. И они ушли воодушевленно, они ушли с четким пониманием, какой план действий у них будет на ближайшее время. Сразу возникает вопрос, там платные услуги, если кто-то обратится в Центр «Мой бизнес»? Смотрите, абсолютно бесплатные услуги. Мой бизнес подобрал пул консультантов, чтобы было понятно, я там не работаю, да, я независимый консультант, которого пригласили для того, чтобы помогать бизнесу. И этот пул консультантов состоит из людей, которые лучшие в своем деле, чтобы было понятно, мы проходили отбор, конкурс, собеседование и так далее. То есть это все не так просто. И это абсолютно для людей бесплатно. У меня есть коллеги-консультанты, чьи консультации стоят от 10 тысяч рублей, если к ним приходят частным порядком. В «Мой бизнес» это абсолютно бесплатно. Они приходят, люди получают свою консультацию, получают услуги и уходят довольны и знают, как реализовывать. То есть это некая пошаговая инструкция и по налогообложению, и по госзакупкам, и по рекламе и маркетингу, и по бизнес-процессам. А если говорить о направлениях бизнеса, о которых рассказывают консультанты, это, не знаю, одна сфера услуг или это в том числе производство? Вот как? На самом деле предприниматель любой, с любой идеей туда может прийти и даже если каких-то услуг в центре оказания услуг, да, простите за тавтологию «Мой бизнес» нет, все равно помогут, все равно подскажут и переориентируют, куда идти. Направят, по крайней мере. Направят однозначно. Но большая часть людей, которые туда приходят, это все-таки действующие предприниматели или уже зарегистрировавшиеся, у них уже есть свое дело. И неважно по какому направлению они его осуществляют, им все равно помогут. Валя, ну, в свое время понятно, я тебя прекрасно понимаю, когда-то тебе захотелось быть хозяйкой собственной судьбы, да, особенно ради этого и основывает свое дело. Конечно. Но если бы ты сейчас так же решала для себя, куда податься, ты бы тоже пошла в рекламу или выбрала что-то другое? Вот опять же, да, на женском форуме, который мы сделали совместно с «Мой бизнес», да, я имею в виду женское предпринимательское сообщество, при полной поддержке это было, мы как раз говорили о том, что как выбрать, да, чем заниматься, каким бизнесом. И очень хорошо сказал один из наших спикеров, это должно быть то, в чем вы специалист, или то, в чем вы получаете удовольствие, где ваша зона комфорта. Ну, так ты могла еще ресторанный бизнес открыть, ну, что многим показалось бы более логично. Действительно, многим это кажется более логично, и я скажу, что такие предложения мне поступают, да, попартнерствовать с разными рестораторами, но тем не менее, то есть реклама, маркетинг и организация мероприятий – это то, чем я живу давно, и это действительно меня воодушевляет, это наполняет меня силой, поэтому у меня это и получается, да, хорошо. То же самое, вот у нас есть женщина, которая приходила ко мне на консультацию, она всю жизнь проработала чиновником, потом она в какой-то момент решила, что ей очень нравится работать с маленькими детьми, и вот она сделала там небольшую образовательную группу и получает колоссальное удовлетворение от этой работы. Мне кажется, чиновникам вообще немножко полегче, поскольку они привыкли составлять бумаги, да, они как бы в бумажном… Они знают, как работает система, вот в этом смысле. Валь, давай вернемся непосредственно к моему бизнесу. Насколько эта история сейчас востребована? Я это почему спрашиваю? Ну, что не получится так, что сейчас нас посмотрят, и как хлынет народ, и там условные очереди появятся, и не справятся с потоком сервисов? Да нет, справятся, конечно, потому что консультантов много, но смотрите, что нужно сделать. Заходим на сайт, записываемся, у каждого консультанта есть свое расписание, да, то есть буквально там с завтрашнего дня обновляется мое, подгружается еще, и да, действительно, иногда возникает там некая очередь в один-два дня буквально, потому что, еще раз повторюсь, консультанты – это люди, которые сотрудничают с мой бизнес, но они работают с девяти до шести там, и поэтому мы стараемся обязательно со всеми свое расписание состыковать. То есть иногда бывает, что мы созваниваемся с консультируемым и там пытаемся найти, ну, какие-то точки соприкосновения, если вдруг по расписанию мы не совпадаем. Но однозначно все желающие могут получить там консультацию. Мы будем ждать всех. Ты можешь сказать, в принципе, легче всего в каком виде бизнеса вот будет встать на ноги? Но раньше считалось, что торговля, торговля? Вот прям буквально ты подхватил мою мысль, спасибо. Раньше считалось, что вот организация мероприятий, да, торговля, то есть то, что людьми максимально востребовано, там, парикмахерский бизнес, там, салоны красоты, то есть то, что либо сфера развлечений. То, что навсегда. Да, это то, что навсегда. И вот случается пандемия, и те, кто навсегда, год сидят без работы. Год. Люди звонили даже на консультации и задавали вопрос, что нам делать. Иногда я работала удаленным психотерапевтом, говорю, успокойтесь, давайте вместе подумаем, что мы можем сделать, как вы можете уйти в онлайн, как можете прорекламировать. И это мы делали из дома консультанты, потому что мы также сидели на самоизоляции. Поэтому сейчас прогнозировать, три года назад я бы ответила, как ты сказал, сейчас нет. Поэтому еще раз повторюсь, то, где вы черпаете энергию, то, где у вас есть силы для того, чтобы это поднять, то и вы не стреляли. Грубо говоря, что тебе в кайф, лучше тем не заниматься. Даже если не заработаешь денег, получишь удовольствие. Однозначно. Хороший подход к бизнес-проектированию. Мне кажется, вообще, на самом деле, люди идут в бизнес не ради денег, а ради того, чтобы ты их зарабатывал с приятностью для себя. Мне кажется, огромная проблема нашей страны, слишком много людей занимается нелюбимой работой. Абсолютно верно. И очень многие люди, которые приходят на консультации, они рассказывают, так получается, да, свой бэк некий, чем они занимались раньше. И они говорят, что да, я думала, что там уйду заниматься своим бизнесом, они говорят, и буду там просыпаться в 11. Нет, я встаю в 5, даже раньше, чем встала до этого. Но я делаю это с удовольствием. Есть, конечно, риски, безусловно, но для этого есть консультации по бизнес-процессам, опять же. Вот я как раз хотел спросить, кроме встреч с консультантами, что еще предлагает сервис? Ну вот, опять же, наш женский форум – это такое дочернее мероприятие, огромное количество образовательных программ и проектов, семинары. И удаленно, да, то есть можно с любой точки Хабаровского края подключиться к семинару, посмотреть, послушать. Не успели, есть запись. То есть сейчас есть все возможности для того, чтобы ты пришел и получил знания. Знания, на самом деле, бесценные, которые основаны и на законодательстве, и плюс на еще личном опыте и консультантов, и тренеров, и преподавателей. Это не только люди из Хабаровска, и Хабаровского края. Есть приглашенные и консультанты, и образовательные услуги, да, тренеры. Поэтому здесь такая очень широкая география. Берем опыт всех. Нам все в Хабаровском крае нужно. Вот судя по консультантам, которые к нам чаще всего приходят из центра «Мой бизнес», у Хабаровского бизнеса женское лицо точно такое же, как у Хабаровского. Наверное, не только у Хабаровского, а вообще у российского бизнеса женское лицо. Ну, а как вы думаете, откуда у меня появилась идея женского форума? Собственно, оттуда же, совершенно верно. Это правда или это поверхность? Ну, действительно, большая часть консультантов – это женщины. Однако, и по интернет-продвижению, и по юридическим услугам у нас есть замечательные парни, мужчины, которые работают вместе с нами в одной большой команде. Это очень комфортно. Они профессионалы. Вы знаете, я, как ты говорил, вспомнил, на мой взгляд, самого счастливого человека, который я видел в жизни. Это был молодой человек, который собирал деньги в общественном туалете в Италии. Меня поразило, что, в принципе, ну, представляете, у нас молодой человек бы собирал деньги в общественном туалете. Менталитет другой. Да, и просто я подумал, как верно выбрать свое место, оно может оказаться в предбаннике общественного туалета. Я видел, как он следил за тем, чтобы там было хорошо пахло, там все подметено. У нас тоже есть такие люди. Если говорить о социальном предпринимательстве, потому что вы когда обсуждали тему с общественными уборными, с сетью, вот мне очень понравилось твое предложение, это как раз, наверное, социально ориентированный бизнес, потому что этого городу не хватает. И сейчас как раз это направление в моем бизнесе очень активно развивается. Оно касается разных абсолютно направлений. Есть надежда, что кто-то возьмется? Да кто же знает. Возьметесь кто-нибудь? Времяное дело. Мне кажется, эта ниша совершенно не знает. Это то, о чем сказал Антон. Вот это вечная тема. Абсолютно согласен, что я. Поскольку это, как ты верно сказала, такая социально ориентированная тема, я думаю, что без помощи городских властей, хотя бы с тем же выделением земли под эту сеть, ну, тут не обойтись. Потому что я как себе представлю, что у нас подсвеченный коробок, кусок земли не выбьешь. Тем не менее, если у кого-то появится идея, и вообще какая-либо бизнес-идея, не бросайте ее, обратите в центр «Мой бизнес», там телефон можно еще раз показать. И, в принципе, по крайней мере, что касается бумажного оборота, вас там помогут. А, собственно, это, наверное, самое неприятное. Да, вот больше всего я это не люблю. Счастливые глаза людей люблю, когда я делаю хорошо свою работу. Заполнять бумажки? Да, не очень, но там помогают. И мне в том числе. Спасибо. У нас, как было Валентина Алексенко, в данном случае, консультант по рекламе и маркетингу центра «Мой бизнес».